Мини-футбол 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 Попадание в сетку закрепили лидирующее положение команды на поле и в таблице За матч команда преподавателей успела забить гол, дубль и хэт-трик Итоговый счет 6-2 Преподаватели реабилитировались за недавнее поражение и получили заслуженное третье место Заключительная игра, долгожданный финал Вторая команда выпускников противостоит сборной четвертых-пятых курсов С первых мгновений мяч у старших курсов Ребята, опираясь на сыгранность и стремительные движения, провели мяч через все поле Обвели вратаря и вбили мяч в ворота Ответка была незамедлительной Удар выпускников в центр сетки стремительно выровнял положение команд на табло Во втором тайме выпускники сменили стратегию Футболисты стали перемещаться по диагональным линиям Эта тактическая уловка спутала силы сборной Зачистили резкие движения То и дело мяч летел в штангу, напряжение нарастало Постепенно счет превратился из 2-1 в 3-2 Команде выпускников 2 удалось сохранить превосходство до конца игры И остаться непревзойденными победителями Егор Белоусов, Неделя спорта Теперь хоккей В Риге продолжается чемпионат мира, где сборная России успешно провела групповой этап Заняв первое место Амир Сабиру прямо сейчас расскажет, как это было в своем традиционном обзоре В среду 26 мая сборная России проводила свой четвертый матч на групповом этапе чемпионата мира На этот раз против Дании В первом периоде обе команды имели отличные возможности забить На пятой минуте был момент у Шулунова после броска от Барабанова Но сейв Себастьяна Дамы сохранил равный счет В середине периода уже сборная Дании не использовала свою возможность Никлас Йенцин опасно выезжал из-за ворот Но здесь уже Александр Самонов выручил Сборная России смогла выйти вперед только в конце второго периода, играя в большинстве Антон Бурдасов отдал на Дмитрия Воронкова А тот, в свою очередь, на Ивана Морозова И нападающий питерского СКА открыл счет 1-0 В середине заключительного периода россияне увеличили свое преимущество Партнеры выбили Александра Барабанова на выгодную позицию И он поразил дальнюю девятку ворот Датчан 2-0 Точку в матче поставил нападающий Акбарса Дмитрий Воронков После выигранного выбрасывания Морозовым 11-й номер точно выстрелил в одно касание И 3-0 Сборная России набрала 9 очков После двух дней отдыха россиянам предстояло сразиться за первое место в группе со швейцарцами Как и в прошлом матче, счет был открыт только во втором отрезке Капитан Антон Бурдасов сотворил сольный проход до ворота Ретта Берре И забил красивый гол 1-0 В середине третьего швейцарцы сравняли Андрес Амбюль отдал передачу вслепую на Ника Хишера И тот отправил шайбу в пустой угол ворот Самонова 1-1 После этого россияне забили 3 гола за неполных 10 минут Сначала на 11-й с передачи Сергея Толчинского забросил Павел Корнаухов А после уже сам Толчинский сделал дубль На 13-й он выбежал 1-1 с вратарем и обыграл его А за 2 секунды до конца матча забил уже в пустые ворота 4-1 победа российской сборной Ну и пожалуй самый ожидаемый матч в группе был 31 мая против Швеции Команда трех корон сохраняла шансы на выход в плей-офф Поэтому проигрывать не имела права И хоккеисты это прекрасно понимали Почти два периода шведы вели в счете благодаря голу Еспера Фрёдуна Нападающий оказался самым расторопленным пятачке сборной России В ассистентах Оскар Линдберг и Адриан Кемпе 1-0 Россияне перевернули игру в третьем периоде Когда за 12 секунд забили сразу две шайбы Защитник Вашингтона Дмитрий Орлов подключился к атаке Обыграл защитника и отдал пас на Антона Слепышева Который отправил шайбу в пустые 1-1 А после Владимир Тарасенко не реализовал выход 1-1 Но Александр Барабанов оказался первым на подборе И 2-1 в пользу России Две с половиной минуты спустя шведы сравняли Виктор Олафсом продемонстрировал свой кистевой бросок в дальнюю девятку 2-2 Овертайм не выявил победителя Дело за булитами В которых сильнее оказалась сборная России Победный бросок на счету Владимира Тарасенко 3-2 Шведы впервые не попали в плей-офф на чемпионате мира И уже на следующий день Россия проводила заключительную игру на групповом этапе против Белоруссии Разница в классе сказалась уже в первом периоде В котором россиянина забивали 5 безответных шайб Первые 10 минут все голы были забиты с дальней дистанции На 36-й секунде матча Никита Несеров открыл счет На 5-й минуте Эмиль Галимов попал в пустой угол Но и на 10-й Максим Шолунов также мощно выстрелил Закрепили результат в первом отрезке Михаил Григоренко на 11-й И Никита Несеров на 17-й минуте Точку в матче поставил Дмитрий Воронков Который реализовал свой шанс после передачи Антона Слепышева 6-0 Сборная России заканчивает групповой этап на первом месте с 17 очками В четвертьфинале сборная встретится с Канадой 3-го июня Амир Сабиров, Неделя спорта Ну и мы продолжаем говорить о хоккее В студии у нас появляется спортивный обозреватель и просто наш очень хороший друг Александр Дегтярев Саш, привет! Привет, привет! Расскажи, пожалуйста, о своих мыслях по поводу группового этапа Ну, групповой этап надо разделить Все-таки есть группа А, группа Б По группе Б, очевидно, самый ключевой сюрприз нам преподнесла Канада Своей ужасной игрой на старте и не очень хорошей на финише этой самой группы Поэтому я бы зациклился вот конкретно на этом моменте Практически не попадание сборной Канады Которая чудом все-таки в итоге состоялась Даже несмотря на поражение во встрече с Финляндией, если я не ошибаюсь, в последнем туре Ну, а в группе под номером 1 я бы тут, конечно, больше акцентировал внимание на сборной России Ну, очевидно, это все-таки наша сборная Ну, и стоит, наверное, сказать о невыходе в плей-офф сборной Швеции Это тоже очень немаловажный такой аспект Ну, просто если вот так идти по верхам, если говорить про какие-то общие вещи Я бы выделял вот это, как самое интересное на этапе группы Ну, а до частности, я думаю, мы еще дойти успеем Вот, сборная Швеции преподнесла сюрприз Сборная Канады преподнесла сюрприз И если для одних это закончилось плачевно, то другие все-таки смогли в плей-офф выйти Что для них, конечно, в нынешнем их состоянии, возможно, даже стоит воспринимать как успех Ну, потому что все-таки видели мы сборную Канады в матче с США И поражение 1-5, если я не ошибаюсь Ну, это что-то с чем-то Матч с какой сборной на групповом этапе ты бы выделил? И почему? Ну, говорил уже о Швеции И раз для нас это такой триггер, то, наверное, самым ключевым Лично для меня в плане акцента интереса стала игра сборной России с Швецией Как раз вот этот небольшой камбэк и победа в серии буллитов Которая в итоге шведов-то домой отправила И вспоминается очень классный видос У меня попался в ТикТоке не так давно Где шведы перед чемпионатом мира, по-моему, в качестве промо-ролика клюшками разбивали, как это называть, матрешки Вот, и в итоге там, ну, такая компиляция прикольная получилась Они разбивают-разбивают клюшками матрешки И в итоге там показывают их грустные лица, когда они укатываются на скамейку после, ну, получается, рукопожатия после серии буллитов, видимо Вот, этот матч был ключевым Он получился достаточно напряженным и интересным Понятно было, что шведам в той игре было нечего терять С другой стороны, для сборной России это матч, который уже по большому счету не так многое значил Понятно, там была еще и игра с Беларусью, которая вообще не значила ровным счетом ничего Но эта сборная чем прельщает, что им не нужна какая-то экстра-мотивация Все-таки собрались не самые топовые российские хоккеисты в этой команде Им есть что доказывать, и они, в общем-то, это делают В этой встрече это сделать получилось Удалось отправить одного из главных конкурентов домой Что, наверное, радовать не может Не, радовать не может Вот, вот так Какие сильные и слабые стороны сборной России ты бы мог выделить перед плей-офф? Слушай, ну вообще, на групповом этапе были очень разные матчи И они складывались по-разному И разные линии в них себя проявляли по-хорошему и по-плохому Тут, конечно, стоит говорить о том, что сезон НХЛ, если бы вдруг завершился чуточку пораньше И приехало побольше НХЛовцев, было бы шикарно и прекрасно Но этого, увы, не произошло Сейчас мы видим потенциал тех игроков, которые выступают на уровне континентальной хоккейной лиги Мне кажется, оценивать кого-то конкретного или говорить про проблемы на какой-то конкретной позиции Ну, не совсем правильно по отношению к этим парням Они свое дело делают Это приносит определенное удовлетворение По крайней мере, мне нравится, как играет эта сборная Да, есть огрехи, но они есть у всех Но я бы не стал говорить о том, что сборная России фаворит в плей-офф В 1-4 мы играем с Канадой Как ты считаешь, Канада все-таки сильный соперник или не очень? Ну, надо понимать, что, да, действительно, это Канада не самая лучшая Это не самая лучшая сборка сборной Канады Но противостояние таких команд, оно тем и интересно Что даже несмотря на какие-то ослабленные составы За счет морально-волевых, за счет какого-то настроя на игру Можно выдать совершенно другой результат, который команда на этапе группы, допустим, не показывала И я бы не стал говорить о том, что сборная России фаворит в такой игре Все-таки одноматчевые противостояния вот таких команд В них абсолютно все, что угодно может произойти Поэтому я бы даже в какой-то степени Переживал за интригу в этом матче с точки зрения сборной России Потому что у нас есть эта проблема Проблема недооценки соперника Это проявляется абсолютно в любых видах спорта, командных в первую очередь И вот сейчас, провалившись на групповом этапе, канадцы, конечно, заставляют переживать, что мы на них плохо настроимся Ну и твои прогнозы на финальную часть чемпионата мира Кто же в итоге станет чемпионом? Знаешь, мне очень сложно говорить Вот групповой этап это все-таки одно, а игры плей-офф абсолютно другое И для того, чтобы делать какие-то прогнозы, мне лично хотелось бы посмотреть, по крайней мере, первый раунд В нем очень часто бывает так, что отсеиваются очень сильные команды Ну, по крайней мере, мы точно знаем, что вылетит либо сборная Канады, либо сборная России И уже как минимум на одного фаворита на этом чемпионате мира станет меньше Поэтому я бы вот сейчас торопиться с таким вот прогнозом не хотел Чтобы потом просто в просаг не попасть Но так, конечно, естественно, хочется, чтобы это была сборная России Крайне хочется, но, повторюсь, это не самая сильная сборная России Поэтому будем посмотреть Если говорить про конкретные команды, мне бы хотелось увидеть в финале сборной США Вот что я думаю Конечно, хотелось бы видеть финал вместе со сборной России Ну, просто вот эти американцы, они интересные И мне кажется, что все-таки сборную США очень часто недооценивают Сейчас у них есть возможность доказать, что люди, которые считают, что в Северной Америке только одна хоккейная страна Вот сейчас берите, доказывайте Возможность прекрасная для этого есть Они в одном матче это сделали, победив Канаду со счетом 5-1, как я уже говорил По-моему, такой счет был И вот если им удастся еще и в плей-офф доказать это на фоне остальных конкурентов Не только обыграв соседей, но и переиграв там условных финнов Или выбив в сборную России Если это удастся сделать, то мы скажем, что да США это действительно крутая хоккейная команда, хоккейная сборная А так, ну, пока вопросы остаются Большое спасибо тебе, Саша, за то, что пришел, за эту прекрасную беседу А я напоминаю, что в студии у нас был спортивный обозреватель Александр Дегтярев На этом все, большое спасибо за внимание Следующий выпуск вы можете увидеть во вторник Ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин